Всем привет! Вы на канале Альфа-школа, меня зовут Алексей, и сегодня мы научимся решать такие интересные задачи, как исследовать функции. Пусть у нас дана некоторая функция f от x, назовем ее так, которая равна sin x минус cos x. Мы хотим исследовать эту функцию, ну, допустим, на каком-то промежутке. Вот условно выберем, что пускай x у нас принадлежит от точки 0 до 2π. Для тех, кто не знает, π это примерно 3.14, то есть примерно до 6.28. Мы будем исследовать нашу функцию. Исследовать функцию, это значит, то есть нарисовать ее по каким-то характерным точкам и особенностям. Например, если у нас была бы какая-нибудь квадратная функция, мы прекрасно знаем, как она строится. Но здесь у нас как бы смесь функций, поэтому мы будем ее исследовать. Начинать будем с того, что найдем производную нашей функции. Производная у нас обозначается штрихом, то есть мы пишем просто нашу функцию, ставим штрих. Это будет означать, что мы берем ее производную. Производная можно посмотреть в таблице. Производная синуса — это у нас косинус, то есть вместо синуса мы напишем косинус. А производная косинуса — это минус синус. Прошу обратить внимание, что именно синус. То есть вот этот минус, который здесь возникает, он с этим минусом у нас схлопнется, и у нас будет здесь плюс. То есть наша производная будет вот такой. Это сумма синуса и косинуса. Для чего мы искали производную? Мы хотим понять, в каких точках наша функция принимает максимальное и минимальное значения. Чтобы найти такие точки, нам нужно нашу производную, то есть f' от x приравнять к нулю. Почему это так происходит? Вот я нарисую какую-нибудь функцию, ну допустим, там вот такая функция. Мы видим, что точка минимума это примерно здесь, точка максимума у нас примерно здесь, ну не считая вот эти крайние наши точки. Производная равна нулю, это означает, что вот в этой точке, то есть если мы построим к ней касательную, то вот в таких точках наша производная будет равна нулю. Именно поэтому мы нашу производную специально искусственно будем приравнивать к нулю, чтобы найти как раз таки вот эти самые точки. То есть мы пишем, что наша производная равна нулю, и дальше просто пишем. Мы знаем, что наша производная это косинус x плюс синус x, и приравниваем это просто к нулю. Вот мы решим это уравнение, и мы найдем такие x, где наша функция будет принимать наибольшее, наименьшее значение. Так, мы получили уравнение сумма синуса и косинуса равна нулю. Это называется у нас однородным уравнением, потому что у нас функция синуса и косинуса в одинаковых степенях, в первой. Метод решения таких уравнений мы просто и левую, и правую часть должны поделить на косинус. Но обязательно условия, то есть мы же делим на какую-то функцию, мы должны понимать, что то, на что мы делим, оно у нас не равно нулю. То есть это обязательно нужно проверить будет. Хорошо, поделим наше уравнение на косинус. Что мы получим? Косинус делить на косинус у нас получится единица. Если мы синус поделим на косинус, мы знаем, что синус делить на косинус – это у нас тангенс. Ну, ноль деленный на косинус – это просто ноль, поэтому наше уравнение перепишется вот так. Оставим тангенс слева, а единичку перебросим направо, но поменяем знак. То есть тангенс получится минус единица. Ну, его можно решать через формулы, а можно просто посмотреть на окружности. То есть мы рисуем окружность, мы знаем, что ось тангенсов идет здесь. И минус единица, то есть у нас же окружность единичная, значит минус единичка у нас находится здесь. То есть решение вот этого уравнения – это вот такой вот угол. Вот такой угол, и мы смотрим симметричный угол. То есть вот этот угол – это тоже будет решением данного уравнения. То есть у нас как бы два угла соответствуют вот этому уравнению. Ну, несложно понять, что если у нас минус единичка здесь, то вот этот угол, он будет составлять 45 градусов. Но напомню, что в тригонометрии у нас все углы отсчитываются в сторону против часовой стрелки. И они берутся со знаком плюс. Если мы отсчитываем углы обратно, то мы будем писать знак минус. То есть это минус 45 градусов. То есть мы можем написать, что наш х будет равен минус 45 градусов. И внимательно посмотрим. То есть это первый угол, а второй угол – вот этот. То есть как мы можем получить вот этот угол, если мы стоим здесь? То есть нам просто нужно пройти полокружности. Полокружности – это 180 градусов. Поэтому мы просто добавим 180 градусов. И мы же можем так бесконечно ходить по этой окружности. Поэтому мы напишем просто какое-то n. И скажем, что n – это у нас просто целое число. То есть если мы будем подставлять какие-то n, мы всегда будем получать вот эти вот наши решения. Мы написали х через градусы. Но обычно в тригонометрии принято писать в радианах 45 градусов – это π на 4 радиан. То есть мы можем написать вот так. 180 – это просто π. Потому что π – это 180 градусов. Поэтому вот это решение, оно идентично. Обычно принято писать так, но для большего понимания мы остановимся на такой записи. Мы с вами пришли к тому, что наше уравнение решилось вот таким образом. Через градусы мы его записали. И нам сказано, что мы задачу нашу хотели решать на промежутке от 0 до 2π. Тоже пометим это через градусы. То есть посмотрим, какие х у нас войдут в этот промежуток. Ну, подставим, например, n равный 0. Если n 0, то мы получаем ответ минус 45. Нас он не устраивает, потому что у нас положительный промежуток. Подставим вместо n единицу. Мы получим 135 градусов. То есть нас он устраивает. То есть вот один наш х – это 135 градусов. Возьмем n равное 2. Подставим, получим 360 минус 45. Это 315 градусов. Тоже нам подойдет. Ну, нетрудно посмотреть, что дальнейшее n нас уже не устроит. То есть вот это две такие точки, которые будут интересны для рассмотрения. Вот мы перенесли наши х на прямую. 135 и 315 градусов. Теперь мы хотим понять, какие здесь будут знаки. То есть наши точки, они делят функцию нашу на какие-то промежутки. И нам важно понять, какая там функция. Смотрим на точку 135. Возьмем какую-нибудь точку, которая лежит вот здесь. То есть это любое число от 0 до 135. Возьмем, например, 90. И подставим 90 в нашу производную. То есть мы найдем сейчас знак производной в точке 90 градусов. То есть вместо х везде подставляем 90. Косинус 90 – это у нас 0. Синус 90 – это у нас единичка. То есть мы получили 1 положительное число. Значит, здесь плюс. Берем какое-нибудь число из этого промежутка. Возьмем, например, 180. Найдем нашу производную в точке 180. Аналогично просто подставляем сюда. Косинус 180 – это минус 1. Синус 180 – это 0. Мы получаем минус 1. Это у нас отрицательное число, то есть минус. И берем какое-нибудь число вот здесь. Ну, к примеру, 360 возьмем. Подставим, опять же, сюда вместо х 360. Косинус 360 – это у нас единица. Синус 0. То есть f' от 360 – это единица. Знак плюс. То есть что мы получили? Что наша функция на первом промежутке, она возрастает. Потому что плюс на втором убывает. И на третьем снова возрастает. И если у нас функция сначала возрастала, потом убывала, то понятное дело, что вот в этой точке у нас максимум. А здесь ситуация симметрична. Здесь у нас будет минимум. Так, чтобы нам полностью исследовать функцию, мы еще хотели бы понимать, какое значение функция принимает у нас вот в этих точках. То есть мы знаем, что в этой точке максимум, а здесь минимум. Но нам хотелось бы численно понимать, чему это будет равно. Поэтому нам нужно просто найти значение функции вот в этих точках. То есть подставить 135 и 315 в нашу первоначальную функцию. И просто посчитать, чему это равно. Синус 135 это у нас будет корень из 2 на 2. Косинус 135 это минус корень из 2 на 2. И вот вместе с этим минусом он нам даст плюс. То есть плюс корень из 2 на 2. И если внимательно посмотрим, мы просто получим корень из 2. То синус 315 это у нас минус корень из 2 на 2. Косинус 315 это у нас корень из 2 на 2. Но здесь мы видим минус. То есть минус корень из 2 на 2, и это равно минус корень из 2. Все, теперь мы можем все наши данные переносить на график. Мы знаем, что в точке 135 у нас максимум, и мы знаем, что значение функции в этой точке у нас корень из 2. То есть примерно вот где-то здесь у нас пускай корень из 2, то есть вот эта точка у нас получается так. То есть по хам это 135, по у это корень из 2. И это наш максимум. Можем подписать, что это наш максимум. Минимум находится в точке 315, и значение минус корень из 2, то есть противоположно вот той точке. И тогда получится, что наша точка вот здесь, и это у нас минимум. Еще можно примерно прикинуть, чему равно значение на концах, то есть в 0 и 360. То есть просто подставим 0 вот сюда, мы получим, что синус 0 это 0, косинус 0 это 1. Ну вот с этим минусом это минус 1. Поэтому наша функция, она стартует из точки минус 1. То есть наша функция стартует отсюда и доходит до точки максимума. Затем мы знаем, что она убывает, поэтому она у нас будет убывать до точки минимума. И потом мы знаем, что наша функция снова растет. Но в какую точку мы снова можем посчитать. То есть мы видим, что у нас конец это 360 градусов. Просто подставим сюда вместо х 360, и мы получим, что синус у нас будет 0, косинус у нас будет 1. То есть мы получим точку минус 1. То есть наша функция, она будет расти вот до вот этой точки, минус 1. То есть вот этот синий график, это будет наша функция. Сегодня на примере такой простой задачи мы научились находить производную функцию, находить ее точки экстремума, то есть точку максимума и минимума, и научились искать значение этой функции в заданных точках. Ну и в конце нарисовали график, то есть как будет выглядеть наша функция. Если что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!